Субтитры создавал DimaTorzok Хотела бы, чтобы вы отмечали для себя самые важные моменты, писали также их в комментариях и для себя, для того, чтобы было полезно вам в первую очередь, когда мы записываем. Как правило, это дает нам больше пользу и концентрации, и потом мы можем быстро перечитать и вспомнить, что же там было. Если меня слышно хорошо, без ноля мы с вами начнем. Слышно меня хорошо, да? Я вижу никаких реакций. Хорошо, пошел. Итак, мы с вами продолжаем серию река и лекций про адапт. Как мы говорили уже ранее, что когда мы говорим про красоту, нравы людей Кур'ана, мы должны понимать, что это не относится к каким-то отдельным, какой-то касте, скажем, отдельных людей, которые вот должны обладать какими-то прекрасными качествами. А мы должны стоять рядом и наблюдать за вот этой такой прекрасной картиной. Когда мы говорим о людях Кур'ана, каждый из нас, каждая из нас должны быть людьми Кур'ана. То есть мы должны проявлять те качества, которые Аллах Субханава Тааля призывает в Кур'ане нас проявлять. Те качества, которые в судне Пророк Салаллаху Али-Ги-Ассалям нас призывает проявлять. И говоря про нравы, этикет поведения в контексте шариатских границ, мы очень часто слышим слово адаб или адаб. Адаб – это множественное число от слова адаб. И хотелось бы немного пояснить, что же означает вот этот термин, почему именно это слово мы часто слышим. И хотя мы его можем перевести как этикет, поведение, нрав, и вот в этом контексте нравственность, но все равно этот перевод, он недостаточно точно передает полноту того, что заложено в этом слове. Поэтому очень важно понимать какие-то языковые значения, терминологические значения. И вообще учить арабский язык, чтобы понять, что порой полноценного слова, ключевым каким-то термином и понятием просто невозможно найти на русском языке, потому что часто контекст уже русского языка немножко вмещает другие какие-то, скажем, рамки. Поэтому очень нужно внимательно относиться к каким-то словам и желательно даже порой, хотя некоторые воспринимают какую-то речь, если там говорят много слов арабских, как, скажем, не совсем полноценную, потому что как будто слова иностранного происхождения. Но порой важно понять, что когда мы говорим в контексте каких-то, допустим, шариатских наук и вынуждены говорить определенные термины на арабском, именно потому что именно на арабском это несет более широкое значение, которое одним словом на русском языке трудно передать. Но, тем не менее, мы будем заменять порой эти слова. Так что же такое «эдэ» или «эдэ» множественное число? Что означает этот термин арабским и почему его именно используют? Мы можем найти несколько пояснений происхождения данного слова. И интересно, что среди таких пояснений это то, что языковое значение, или можно сказать, как словарное значение этого слова, оно берет корни от слова «адбу», то есть то, которое означает как «дуа». «Дуа», например, уже в таком религиозном значении мы понимаем как «мольба», то есть призыв, просьба о чем-то, когда мы обращаемся к Аллаху Субхану Гула Тааля. Но в обычном смысле «дуа» – это не только мольба, если мы говорим, а это как какой-то призыв. То есть призыв, когда мы говорим про адапт в контексте такого этикета, когда мы говорим адапт, то есть это призыв, который обращается к людям с тем, чтобы они проявляли благородное поведение и запрещали какие-то, скажем, противоположность вот этому благородному поведению, то есть что-то мерзкое, чтобы они запрещали то, что является мерзким и не считается благородным поведением. Также в одном из пояснений мы можем найти, что, например, Игнур Паэм сообщает, что данное слово указывает на призыв к сбору, объединению. И здесь мы можем понять, что адап – это как объединение или такой, скажем, концентрация и сбор, но именно благих качеств в человеке. Поэтому мы уже здесь имеем в виду именно такой спор и концентрацию вот этого блага в одном человеке. И, конечно же, адапт – это такое, скажем, упражнение для нашего навса. Благодаря тому, что мы обучаемся и узнаем адапт, адапт, узнаем то, как следует себя вести. И это не обязательно так, знаете, как у нас, например, происходит, что есть какие-то установленные правила, а вот так поступай, вот так поступай. Учиться адапу не всегда, или, скорее всего, чаще мы учимся этому адапу. Адапу на примерах, наблюдая, да, и даже неосознанно учиться этому адапу. И украшаются прекрасными качествами. Да, порой учатся они противоположности, скажем, благому нраву, что, конечно же, не является тем, к чему мы призываем. Если совместить слово адапт и присоединить его к чему-либо, то есть к какому-то, например, знанию или к какому-то навыку, например, то это приобретает уже такое значение каких-то необходимых качеств или необходимого чего-то там, каких-то навыков или еще что-то, чем должна обладать вот эта группа людей. Например, если мы говорим адапт, требующих знаний, то есть мы понимаем, что это определенные, ну, не только поведение, как ведет, а какие-то внутренние, например, состояния, как с учителем себя вести, как проявлять себя в разных ситуациях, как там, то есть это много каких-то параметров, да, или много каких-то характеристик, которые связаны, например, с требованием знания, да, со студентами. Или, когда мы говорим адапт, людей Курана, то есть это то, какими качествами, хорошими, да, то есть здесь имеется в виду хорошие качества, неплохие, должны быть у людей Курана. Но когда изучают адапт, да, уже в сравнении могут упоминать и то, как не следует делать, да, но первоочередно адапт имеется в виду, когда говорим адапт людей, там, Курана, то есть то, что должно быть, да, то есть то, что должно быть, а не то, в общем, да, что бывает. В современном мире мы тоже можем, если переведем, да, вот адапт, как, допустим, этикет, да, или вот что-то в этом роде, то оно может приобретать такое значение, это слово, да, как значение красивой какой-то интеллигентной речи, помимо, да, там всего, то есть человек такой как будто интеллигентный, да, то есть он говорит, мы скажем, интеллигентный, то есть он правильно руки слаживает, да, там сидит красиво, ровненько, говорит вот так вот, скажем, все правильно, без запинок, без каких-то слов там плохих, да, то есть интеллигентно, да, то есть каждый, наверное, понимает, про что говорится, то есть не говорит каких-то плохих слов, например. Но чаще мы здесь видим как бы внешнее проявление, то есть в таком современном мире это может принимать какие-то внешние только проявления. Но когда мы говорим про адаб, в принципе, в шариатском таком понимании, мы не говорим только про внешнее, мы говорим и про внутреннее состояние. Потому что, например, в значении такого адаб тоже, такое значение какого-то внешнего проявления, слово адаб также использовалось еще во времена джерилии, когда были какие-то определенные правила, связанные с этикетом при сборе на трапезу. Например, если был какой-то, скажем, пир или кого-то там приглашали, то есть определенные какие-то правила здесь были. И как бы смежное что-то здесь есть, потому что у нас тоже есть правила определенные, этикета, скажем, да, которые необходимы, когда вы, например, кушаете. Но это не означает, что это ограничивается только этим. Это одна из частей, которые мы, иншалла, будем с вами изучать. Еще очень интересно, что, возможно, кто уже изучает арабский или изучал, особенно, кто скорее изучал так более глубоко, встречал слово адаб очень часто в другом совершенно, казалось бы, значении, в значении как будто литература. Ну, вот как литература. Например, скажут, если литература или такое направление именно в изучении языка. Если говорят, что вот кто-то учится, например, в направлении арабского языка, то скажут адаб араби или литература арабского языка. То есть используют это слово в таком смысле. И вроде бы это что-то далекое от того, что мы имеем в виду, да, от этикея, от этого всего. Но здесь есть прямая связь, да, то есть это тоже слово по сути. Потому что мы понимаем, что в эпоху джагилии или в доисламскую еще эпоху, в принципе, вот это красноречие, оно было одной из ключевых особенностей арабов. Это то, чем, в принципе, славились арабы того времени. И как мы знаем, что Аллах, субханаху тааля, посылал в разные периоды разных пророков, да. И, как правило, они отличались тем, что обладали качествами, которые были максимально, скажем, проявлены в них, у их народа на максимальном уровне. Но у этих посланников оно было еще больше, да, то есть настолько сильно, что было явно и очевидно, что они не являются, эти качества как бы являются от Аллаха, субханаху тааля, да. Они просто вот среди них, как и все обычные люди. Поэтому и Коран был миспослан в такую эпоху, где было красноречие. И одна из особенностей Корана – это красноречие, которое несравнимо ни с одной книгой, ни с одной, скажем, поэмой, которые там в арабском языке изучаются и являются тоже как представителями красноречия в арабском языке. Почему? Потому что собираясь, да, то есть опять же вернемся к слову адаб, собираясь, они читали стихи, говорили речи, то есть помните, мы говорили, что адаб – это вот субхан. Они влияли на человека, да, то есть слово, оно влияет на человека. И поэтому, возможно, да, мы можем пронаблюдать вот эту закономерность. То есть собираются, влияют. И адаб – это тоже определенное такое влияние, да, благодаря которому собираются определенные благие качества в одном человеке. В Коране мы видели наивысшее проявление лучшего, что слышало ухо человека, да, то есть это наибольшее проявление красноречия. И в Коране и Сунне мы видим призыв к разным видам адаба. Да, в Коране, еще раз, да, мы видим наивысшее проявление лучшего, что слышно. Да, слышно. С семьей, адаб по отношению к творениям, да, к творениям. То есть мы видим там адаб к Аллаху и там субханаху атааля. И есть разные моменты туда входят и к именам, и к качествам. Адаб с посланниками, да, к посланнику, саламу алиху асаляму, как проявлять любовь к нему, какие границы есть для этого, как делать там салалат, как следовать призывам, как передавать и принимать изречение, да, что мы берем, что не берем и так далее. И адаб по отношению к творениям здесь очень много чего входит, да, то есть здесь, может быть, в зависимости от связи, да, этого человека, может быть, к родителям, к детям, к учителям, к правителю, к родственникам, к посторонним людям, к друзьям, к постояльцам, да, к людям, которые там временно, к соседям, например, и так далее. То есть может быть многочисленное количество адабов к разным людям, и это все, скажем, проявляется у нас в Сунни и в Коране также. Также может быть адаб человека в зависимости от его состояния, скажем, да, то есть не обязательно с кем-то связано, а может быть вот просто человек и разный адаб, когда он путешествует, там у него есть определенные, да, там правила, когда он находится в состоянии храма, например, в паломничестве, как при рождении детей, во время еды, во время сна, во время беседы какой-то, то есть как ведется беседа, как ведется спорт, тоже есть определенный адаб, как следует слушать, адаб купли-продажи и многое другое, то есть даже, скажем, то, что, ну, в общем, любой какой-то аспект жизни, да, он затрагивается у нас в шариате. Когда мы говорим слово адаб, оно несет в себе наилучшие проявления качеств, водеяний и так далее, да, то есть наилучшие какие-то проявления. Например, когда мы говорим о принятии пищи, то есть, например, как кушать, да, то есть есть какие-то рамки, которые, или широкие, да, например, вы хотите там кушать, грубо говоря, вилкой, ложкой, рукой, не знаю, палочками, это запрещается, скажем, да, но есть там какие-то определенные запреты, да, там с какой посуды, например, есть, и вы уже себе выбираете, да, то есть в рамках этого вы выбираете, что вам подходит, что вам удобно, да, там на самом деле это никак не ограничивает или не делает хуже, потому что все, что есть из ограничений, оно на наше благо, да, то есть если есть какие-то ограничения в еде, скажем, то значит в этом есть благо, потому что если человек этого не ограничивает, то ему будет это во вред, потому что Аллах, Субханна Хула Тааля, Он знает, что хорошо для нас, что для нас нехорошо, потому что Он наш Создатель. Поэтому, когда мы будем говорить с вами про нравы людей Кур'ана, мы будем говорить о том, как следует проявляться в разных ситуациях, если человек следует тому, что мы читаем в Кур'ане, и что наш пророк, Салли Аллаху Алихасалям, пояснил нам в своих хадисах. Также, если мы будем говорить о хокме, то есть, например, адепт, да, какой хокм, в зависимости от ситуации, от положения чего-то, да, хокм может быть разным, то есть, например, может быть иногда хокм уэджи, то есть, что вот так только, да, можно делать, и все, по-другому нету, то есть, какие-то вот прям, скажем, более строгие ограничения в чего-то. А есть мустахаб, то есть, когда такой, скажем, более гибкий призыв, то есть, то, что что-то хорошо, лучше сделать, ну, в принципе, можно и по-другому, да, то есть, мы видим разные такие вариации. Также, когда будем изучать разные виды адаба, иншаллах, будем упоминать и противоположности того, как не следует, потому что в контрасте, да, часто нам лучше видно и очевидно, почему, например, это нехорошо, да, особенно, например, почему, допустим, что-то запретно. Некоторые могут подумать, да, вот адаб, адаб вообще, зачем вообще этот адаб, ну, сказали бы, да, понятно, вот, знаете, как, там, такая доброта в душе, вот такой, то есть, хороший и правильный, то есть, это, как бы, само собой понимается, да, но уже мы говорили, что адаб, это не только какие-то правила этикета, как ты правильно держишь, там, вилку или ложку, да, и вот ты себя ведешь, там, плохих слов не говоришь, и все. Нет, как бы, рамки адаба в понимании таком шарианском, они чуть-чуть другие, то есть, это не просто какой-то этикет поведения за столом, да, когда вы, там, правильно что-то держите. Нет, это, как такое, скажем, качество жизни, да, то есть, это то, по сути, как вы живете и как вы проявляетесь в разных ситуациях. И важность адаба и нравственности, она подтверждается многими дошедшими до нас примерами. И в шариате они занимают достойное, почетное место. Поэтому не следует пренебрегать или думать, ну, все, понятно, вот, сказали, себя веди там хорошо, не делай ничего плохого, да, я, в принципе, ничего плохого не делала, да, я, как бы, никого не обидела, никому плохого не сказала, ну, вот, я уже, как, выполнила свой долг, этикет. На самом деле, да, есть адаб даже по отношению к себе, то есть, как я уже говорила, например, как вы, там, скажем, спите, да, как вы моетесь, или даже адаб, там, похода в туалет. И в этом нету ничего зазорного, да, это изучать. Нужно понимать, что это важно для нас, потому что все, что нам, до нас дошло, что нам, как знание, да, от пророка, саллиллаху али вассалям, это, значит, для нас полезно, это нужно. И нам следует не пренебрегать этим. Среди изречений ученых можно встретить такое, что вся религия и есть нравственность. И тот, кто перешел границы нравственности по отношению к тебе, перешел границы религии по отношению к тебе. То есть, что здесь имеется в виду, что если кто-то, скажем, поступил несправедливо по отношению к тебе, то есть он, например, не так, скажем, сказал, может, да, там, как этого полагает, как полагает ситуация, скажем, не так подобрал слова, да, то значит, если мы говорим про определенные правила, установленные в шариате, он перешел границы этих правил. Другой вопрос, конечно же, что не всегда то, что нам кажется, скажем, не соответствует правилам, таковыми является, да, просто порой нужно понимать, что не всегда второе лицо не соответствует, возможно, мы не соответствуем тоже. Но смысл в том, да, что границы нравственности есть границы вот религии, да, потому что этому адабу нас учит Кур'ан, этому адабу нас учит Сунна Пророка, саллаллаху алейхи салям, и нам нужно этому учиться, да, нужно это понять и через свою жизнь не пропускать. Адаб человека является каким-то таким своего рода билетом в счастливую жизнь, в счастливую мирскую и вечную жизнь. Как можно понять, да, билет в счастливую жизнь? Потому что, как уже я говорила ранее, это не просто какие-то правила этикета, которые там ограничиваются, как поставить ложку, вилку, да, и не знаю там, как сложить руки. Нет, это не в этом заключается. Это определенные какие-то свод правил, наставлений, которые они делают нас счастливее. Счастливее в любой ситуации, да, то есть, какая бы эта ситуация не была, они делают нас счастливее. И если мы скажем, ну, как они могут нас сделать счастливее? Если это не делает нас счастливее, значит, скорее всего, да, у нас проблемы с нашим адабом, что-то вот не так. Почему? Потому что если нас скажем, что-то беспокоит, что не является приоритетным, да, то, возможно, мы расставляем приоритет неправильно. То есть, мы обращаем внимание на то, что надо, да, проявляем там излишество в каком-то, скажем, гневе или малотерпение проявляем или еще что-то. То есть, какие-то погрешности в нашем адабе. Возможно, наш адаб по отношению к Творцу, да, неполноценен, то есть, не проявляется в полной мере набожность, да, какой-то смиренность и отношение, да, к именам Аллаха субханам и так далее. Возможно, даже какие-то, да, моменты, которые мы нарушаем, и мы даже не знаем, что мы нарушаем. Например, кто-то может, не знаю, раскидывать что-то на улице, например, мусор, да, кидает на улице. бывает и не задумываемся. вроде что, это же там не хоран, да, то есть, ну что, кинул это, ну да, вроде как, кажется, но есть какие-то правила, да, такие как не навреди там себе и другим. Да, то есть, есть там, мы же говорим, там, не навреди. И казалось бы, ну мы там кинули, ну что это навредило? Нет, да, но, скажем, там элементарно есть какие-то моменты, вот там, жвачку кинул, да, и даже есть такие видео, что, например, там голуби или там еще кто-то, они могут брать это, да, и вот умирать из-за этого. То есть, ты, по сути, не подумав о своем каком-то поведении, да, показалось тебе это мелочь, но ты навредил, навредил косвенно кому-то. Или мы видим часто, к сожалению, да, то есть, такая картина, бывает особенно в некоторых арабских странах, и на это многие, да, как-то жалуются, и кто, кто жалуется, да, или сетует, а кто-то, например, это берет как недостаток, когда вот прям этот мусор по улице, да, то есть, разбрасывается. И многие дома, вот я сама наблюдала такую картину, ну дома просто, там прям заходишь, чуть ли не замок, да, все блестит, а около дома мусор валяется. То есть, это тоже не проявление адаба, да, то есть, кто-то, когда это собирается, мусор, да, это тоже может влиять и на наше здоровье, и еще что-то. поэтому даже есть в, когда мы изучаем адаб, да, такая, скажем, глава или такой пункт по поводу того, что плювать на дороге, да, то есть, многие особенно, ну это женщины, вряд ли такое получается, ну может быть там, да, вот мужчина, у мужчин часто это бывает, да, там что-то им захотелось, они плюют на дороге. То есть, да, бывает такая ситуация, когда, ну скажем, вынужден человек, но есть даже это адаб, где-то в сторонке, да, чтобы это не было посреди дороги, когда другой идет человек, да, там там замажется, или, по сути, да, если мы посмотрим уже какую-то гигиену, эта инфекция может перенестись, пойти дальше. То есть, это где-то в сторонке делается. Даже на это есть, да, какие-то положения. Хотя, может быть, нам не очень там кажется удобным об этом говорить, видимо, очень так приятно, да, что-то такое говорит, непонятно о чем. Ну, да, есть вот такие моменты. Аллах нас создал, дал нам полное руководство и послал нам посланников, которые направляли, поясняли, предостерегали, учили и были примером, да, самых достойных нравственных качеств. то есть, эти примеры мы для себя берем не просто, да, как вот, так вот, повосхищаться, нет, мы их берем в работу, скажем, да, то есть, мы берем что-то и применяем это. Это применение, да, оно вот просто на уровне, представляете, там, например, ты знаешь, что не плеваться по дороге, то есть, ты идешь, и тебя это останавливает, да, ну, там, не знаю, там, в салфетку ты плюнул, и эту салфетку в мусор кинул, или просто там вышел в сторонке так, да, чтобы никто там в какое-то место, где это никому не принесет неудобства. Человек должен смотреть на эти качества, которые проявлялись у пророков и у мир им, да, и у пророка, в первую очередь, Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, как на человеческие качества, да, потому что многие смотрят на это как на какие-то ангельские качества, которые вот каким-то образом были присутств, присущи только вот пророку саллаллаху алейху ассалям, а для нас это недостижимо, и в принципе не нужно на них скажем, стремиться, а просто вот смотрим как на какие-то такой недостижимый пример. Кто-то может сказать, ну вот же нельзя всегда быть правильным, ну да, конечно, это правда, но следует стараться, узнавать, вставать лучше, то есть представляете, вот вы купили новую машину, там какую-то определенную марку, и в это же время вот ваш сосед купил эту машину, такую же, точно такую, такой же год, все вот прям новая машина, одинаковая, прям одной модели, ну говорите, ну вот там через 10 лет, да, она уже станет там старая, там на ней будет какая-то ржавчина, вот так себе, то есть она уже не будет такая молодая и красивая, скажем, эта машина, поцарапается, поломается, зачем мне вообще ее беречь, буду, не буду я менять там необходимое, ездить там по плохим дорогам, да, и вообще вот такая жизненная боль, не буду ничего там делать с этой машиной, вот как будет, так и будет, а другой вот сосед, он точно такую машину, он соблюдает правила, заботится, ее там моет, натирает, лелеет, меняет то, что необходимо, масло, там еще что дальше, да, она у него прослужит вероятнее всего дольше, да, если вот все характеристики были больше, лучше, поэтому также и мы не должны думать, что, ну, это недостижимо, да, то есть мы стремимся к тому, чтобы мы были лучше, а идеальными, да, никто не будет. Аллах, Субхану Аталя, дал нам правила во всех сферах, их нужно знать, изучать, на примерах, да, и применять уже в жизни. И, как я уже говорила, много есть упоминаний в шариатских текстах касательно именно важности понимания адаба. И в Коране самый такой, ну, скажем, пример, который, скорее всего, многие из вас слышали, можно найти в суре Аль-Колам, где говорится воистину, твой нрав превосходен, да, это идет обращение к пророку, саля Аллаху алейху ассалям, здесь используется слово хулук, нрав, да, и по поводу этого слова часто в таком сочетании, как адаб и хулук используется, да, как вот, скажем, синонимы, хотя адаб, он более широкий понимание, чем хулук. Но здесь мы видим, что воистину твой нрав превосходен, да, или ты обладаешь великим нравом, говорит Аллах субханалу атааля по отношению к пророку саля Аллаху алейху ассалям, отмечая, да, важность этого адаба, отмечая его превосходство, при этом мы смотрим на него как на пример, да, то есть как пример, которому следует стремиться. И мы видим, что важность, да, то есть этого адаба, что Аллах субханалу атааля его упоминает в Коране. Превосходный нрав мы изучаем и берем из описания поведения пророка саля Аллаху алейху ассалям, его поступков, его слов, да, то есть, потому что хадисы, они наполнены наставлением, как поступать тогда, как следует себя вести, то есть вот этому этикету. Также в одном из речений Джафар Ассаляк говорит про один из аятов, не этот, а следующий, который я вам упомяну, он говорит о нем, что нет в Коране более всеобъемлющего аята про благородный нрав, чем этот. То есть, он говорит, нет в Коране более всеобъемлющего аята про благородный нрав, чем этот. Про какой же аят он говорит? Он говорит про аят 199, сура Аль-Аров, в котором мы читаем такое наставление, то есть призыв в значении, что будь снисходителен или отдавай излишек или принимай пожертвования, которые приносят тебе, вели творить добро и отвернись от невежды. Или в другом переводе будь снисходителен, не требует людей того, что они не могут или не умеют делать и побуждай к доброму в словах и делах и отвернись от невежды. То есть, мы видим непосредственно тоже такой призыв к нисходительности, к побуждению к добру и при этом отдаление от невежды, которые не принесут пользу, если с ними иметь дело. Также он говорит о том, что много пользы от этого хадиса в направлении, можно его долго, скажем, разбирать, делать, тавсир его, и много пунктов, которые можно туда из адаба внести. еще в одном из аятов Сура Аннися в 97 аяте тоже мы можем прочитать интересный перевод. Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примерять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь довольство Аллаха, мы даруем великую награду. То есть тут говорится о адабе, в принципе, разговора, бесед, когда кто-то там общается наедине, как это бывает чаще. То есть в них нету, как правило, ничего благого, если только они не призывают к благому какому-то к раздаче милостей, к совершению одобряемого или к примирению кого-либо. Поэтому когда мы читаем Кур'ан, нам следует задуматься и размышлять о том, насколько много таких изречений. И в изречении пророка для нас также есть тысячи наставлений и призыв к благому. Например, Альберру хоснуль хулук. То есть Альберру обычно рассматривается как такое послушание родителей. Здесь входит не просто послушание, это дела и действия и где-то скажем промолчать, что-то терпеть и так далее. То есть здесь не послушание, как просто иди сделай, делай. То есть в таком плане. Нет. Также в одном из хадисов, переданных Абудаудом, говорится, нет ничего более увесистого на весах в судный день, чем благородный нрав. Суханаллах. То есть благородный нрав имеет большой вес на весах в судный день. Также в другом хадисе мы читаем, что пророка спросили, по какой причине большинство войдут в рай. То есть причина вхождения в рай тех, кто туда войдут, какая самая такая частая причина. И он ответил, это набожность и нравственность. То есть он говорил, что это часто в таком значении то, что мы говорим. То есть хорошая такая нравственность, проявление хороших благих качеств. Также важно, что праведные предшественники они уделяли и в воспитании детей адабу первоочередное место, еще более важное, чем требование знаний. И акцентировали на том, что адаб прежде, чем требование знаний. потому что некоторые думают, ну вообще зачем адаб? Потому что тот, у кого нет понимания важности, например, изучения Корана, не понимает вообще, что такое Коран. Это книга кого? Это книга Аллаха Субханаху Аталию. А кто такой Аллах Субханаху Аталию? Как к нему следует относиться? Какие у него имена? Какие у него сутаты? Как следует проявлять свой адаб? А кто нам передал книгу? Кому было не способно? Пророку А какие у нас обязанности? Какие права у пророка по отношению к нам? Что мы должны делать? Это все нужно знать. Если у нас есть это понимание изначально, то и само уже требование знания оно будет совсем по-другому проходить. То есть оно будет приносить те плоды, которые должны. Потому что порой бывает так, что хотят знания, дознания и не получив должного скажем такого должной прививки в виде Адаба, эти знания они просто рассыпаются. То есть собираются и просто рассыпаются. Потому что человек он не проявляет Адаба ни по отношению к учителю, ни по отношению к себе, ни по отношению к своим родным и так далее. Также интересно одно из упоминаний имама Мелико, то есть он известен своим альман, своим вкладом, скажем, в шариатской науке, в котором он говорит, что его мама говорила ему иди к рабе, то есть это его учитель, и научись у него Адабу прежде чем научиться знаниям. То есть такое последовательное, что сначала Адабу, потом знаниям. И тогда он и преуспел в этих знаниям, потому что он преуспел в, скажем, усвоении Адаба. Не просто теории, а практике. Да, потому что Адаб это не просто такая теория, давайте сегодня мы скажем, так, когда вы будете кушать, ручки так складывать и так делать. Нет, да, конечно, у нас приходится нам иногда какие-то моменты объяснять, потому что есть какие-то скажем, интимные темы, которые ты не можешь показать, то есть ты рассказываешь то, что необходимо знать, но есть много таких, которые не считываются. И интересно такое упоминание Дагаби рассказывает интересную историю о том, что на уроках имама Ахмада присутствовало пять тысяч человек такой достаточно большой матч-лист мы представляем пять тысяч человек это такой уже целый скажем стадион какой-то присутствовало пять тысяч человек и из них пятьсот писали, то есть записывали то, что он говорит, остальные же брали уроки из его молчания, нрава и этикета, скажем. То есть как говорит учитель, как он молчит как он суетится или что он там делает а его какие-то поведения его движения его отношения как он там отвечает на какой-то вопрос например как он относится к разным ситуациям с этого учится Адабу с этого учится Адабу то есть такой практической части она считывается вот как дети они считывают часто мы говорим что не учи детей а покажи на своем примере они будут делать так если у них нету другого какого-то примера также Абдулла 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 говорил я учился Адабу 30 лет и получил получал знания 20 лет ранее требовали Адаб прежде чем требовали требовать знания то есть Субханалла казалось бы что там сидел 30 лет понятно что это не означает что ты просто за человеком наблюдаешь 30 лет там есть какие-то скажем разные моменты которые ты объясняешь как детей допустим ты учишь где-то ты ему должен пояснить а так сделай так не делай я вот так сделал потому что вот так это хорошо допустим ты объясняешь что не значит что просто все как понял так и понял но акценты да какие расстановки акцентов что Адаб он дает свои плоды да это то что как корень вот этого знания если есть Адаб знания они будут стоять крепко и они будут плодородными если же нету этого корня то даже если человек вроде получил как-то каким-то образом знания это дерево оно будет ломаться крошиться да оно засохнет и не даст плоды просто также Абдуллай Абдулла говорил что Адаб это две трети знаний субханалом представляете вот это две трети то есть это основа это даже вот корень да больше такой большая часть это бывает такое дерево у него такие корни огромные вот Адаб это вот эти корни которые дают этому дереву цвести и пахнет да и давать свои плоды в одном из изречений Ибн Сирин говорит они учились правильности да то есть как правильному вот там используется слово то есть они учились вот этой правильности так же как и учили науку то есть не говорили ну ладно сейчас вот мы только наука потому что если были ситуации которые требовали исправления поведения скажем да то они были в первую очередь они были первоочередные многие поучали своих детей приговаривая там о сынок если ты научишься таком-то разделу по этикету это будет любимее чем если ты выучишь 70 разделов из науки то есть это было важнее сейчас же к сожалению у нас приоритеты часто меняются да приходит кто-то там и говорит а зачем мне вообще эти уроки там по адабу я хочу вот вот то-то да учить там например скажем только махра джосифат да уже конечно такое постановка вопроса неправильное скажем это нужно выучить научиться правильному адабу по отношению к учителю по отношению к скажем другим людям и так далее иногда это вообще не проявление даже этикета в самому вопросу да можно конечно свои предложения говорить озвучивать но это тоже должно быть в правильное время правильными словами да и так далее но да то есть иногда с такими претензиями как бы что зачем мне это вообще я тут хочу например вот мне нужно только вот эту тему мне это все остальное не нужно я вообще там это мне не важно или я это знаю к сожалению бывают такие сестры да я вообще там все знаю там субханаллах да люди по 30 лет учили адап думаете они вот прям ничего не знали иногда что-то ты видишь примеры какие-то похожие и это тебя еще больше закаляет на самом деле разные ситуации бывают в жизни поэтому не стоит пренебрегать знаниями по адапу стоит понять важность этого адапа то есть цель сегодняшнего нашего урока нашей такой лекции это чтобы каждый из нас понимала вообще что такое адап да его важность для каждого из нас то есть это не просто какой-то свод скажем правил которые ну ладно буду не буду это те правила важные которые дадут нам такую базу корень основу того чтобы изучать дальше например если будете как требующими знания и для того чтобы быть счастливым да потому что адап учит нас тому как по сути быть счастливыми в этой жизни и в жизни вечной да потому что если мы строим правильно наши отношения с нашими близкими даже если они скажем не совсем правильно себя ведут мы понимаем да что если у нас есть адап правильный по отношению к Аллаху субханному жить какие-то сложности как проявить терпение если это не значит что такое быть знаете как некоторые думают только терпило быть все нет иногда мы понимаем что как сегодня тоже упоминали в одном заядном что уйди подальше от невежды да то есть что у нас там было и отвернись от невежды то есть если у тебя невежды вокруг да то тебе просто от них нужно удалиться иногда и так далее то есть есть разные ситуации потому что порой некоторые воспринимают адап это как такой призыв к ну как бы терпению но знаете как такой негативной только его части будь терпилой тебя бьют ты только вот терпи терпи нет у нас есть выходы из многих ситуаций когда мы должны быть выйти из них достойными людьми а не быть уничтоженными только да то есть потому что сильный верующий он лучше слабого верующего несмотря на то что у каждого из них или в каждом из них есть благо поэтому важность адаба да это то что хотелось бы чтобы каждая из нас вынесла как из этого урока и место вообще адаба для каждого из нас в нашей жизни в жизни наших скажем детей потому что мы часто обращаем внимание на то как не знаю по математике там например написали домашнее или нет при этом забываем да как наши дети например разговаривают да и не обращаем на это внимания и так далее то есть есть какие-то приоритеты стереотипы меняются вот этих приоритетов нужно расставлять тоже приоритеты адаба правильно потому что в нашей религии роль и важность адаба она велика и не следует ее недооценивать я надеюсь для вас полезен был этот урок и если это так напишите что было наиболее важно для вас хотя бы если несколько важных уроков вы для себя возьмете и уже примените до следующего урока бейзнилля да иншаллах в этом будет благо и давайте будем вместе скажем меняться к лучшему иншаллах баркаллаху фикудна баркаллаху фикум ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва дарагату маркаллаху ва дарагатул я